В минувшие выходные в Соке-Снежной прошел очередной этап спартакиада дошкольников «Старт и надежд». В семейных соревнованиях «Папа-Моя» приняли участие семь команд. Путь к победе для родителей и их детей был нелегким. Спортсмену предстояло проявить себя в пяти эстафетах. За напряженной борьбой семейных команд наблюдала Светлана Кель. Семья Кокориных в полном составе. Команда представляет детский сад «Катюша». На спортивную площадку родители взяли с собой самого маленького болельщика. Александр, глава семейства, любовь к спорту привил всей семье. Дочь увлекается лыжами, супруга поддерживает физическую форму, фитнес-тренировками. Когда муж – спортсмен, то никто не спрашивает, как удается маме. Все мы одна семья, и у всех общий интерес – это здоровый образ жизни и активный образ жизни. Наша семья всегда в форме. Физическая форма, конечно, важна, но, как показывает практикам, на спортивной площадке немалую роль играет и выдержка, говорит Юлия Карпец. Их семья представляет сказку. Стараемся. Сказывается, конечно, волнение. Немножко лучше было на тренировках, но ничего. Будем стараться дальше. Покажет время. С каждым новым этапом испытания становились все сложнее. Чего стоила одна лишь эстафета «Наша армия сильна». Нагружать маленьких участников организаторы соревнований не стали. Ребята должны были с мячом в руках пробежать змейкой и оставить его в обруче. Мамам, приняв эстафету от детей, предстояло пропрыгать на скакалке до мяча, а после проявить мастерство его ведения между стойками. А вот папам действительно пришлось постараться. После игры в мяч в ход пошли мешки. Только вот добраться в них до финишной прямой без потерь удалось далеко не всем командам. А вот побольше полуни пробежала, вот здесь в конце, говорю, ох, как-то доходил. Кое-как это прошло. Что касается мамы, со скакалкой как правильнее? Ну, я думаю, хорошо, но немножко запуталась там в конце. На папу переживаешь? Ой, конечно, переживаем, да. Ребенок, расскажи тебе, что тяжелее всего доходить? Вести мяч. Каждая команда по-своему себя показала. Ну, и победит сильнейший из всех, ну, так жестокий был и хорошо. В эмоциях и серьезном настрое спортсменам не уступали и болельщики. Трибуны не смолкали, скандируя имена своих фаворитов. Такая поддержка настраивала участников на победу. Только вот одним семейным командам нужна была только победа, а других радовала сама возможность весело и активно провести этот выходной день. Это самое главное, чтобы ребенок чувствовал родителей поддержкой, чтобы пример брал от родителей. Это очень важно для детей, для нашего подрастающего поколения. Спортивные испытания проверили участников на сплоченность и умение работать единой командой. Лучше всего это получилось у семей Кокориных, Корпец и Захватовых. С небольшим разрывом в счете победу одержала команда «Катюшин», оставив позади себя победителей прошлого года в детский сад «Сказка». Третье место завоевали спортсмены «Ромашки». Мы действительно тренировались два раза в неделю в детском саду с Ириной Алексеевной и Зоей Алексеевной. И один раз в неделю вот здесь, в этом зале. Поэтому мы знали четко, как выполнять, что делать. И старались не подвести педагогов, потому что действительно потрачено много времени. Ну и хотелось не подвести папу, он у нас спортсмен. Ну и ребенку дать веру в то, что если делать все чисто и грамотно и правильно, то победа будет за нами. Папа, мама, я – спортивная семья. Эти соревнования уже более 20 лет проходят в Лабутнангах в зачет городской спартакиады дошкольников. Следующая встреча маленьких спортсменов, правда, уже без участия папы-мам, пройдет в марте. Команды детских садов будут состязаться в комбинированной эстафете. Светлана Кель, Алексей Урженко, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова